Здравствуйте дорогие друзья, товарищи, художники, коллеги. Меня зовут Владимир Григорьев. Хочу вам представить одну из моих детищ. Переноска для картин, холстов. Долгие годы, выходя на пленеры, ввозя картины на выставки, все время сталкивался с тем, что все пачкается, бьется, царапается. Проблем много. И тяжело таскать, порой неудобно связать все вместе. В итоге решил все-таки разработать такую переноску, которая позволит мне переносить абсолютно любые размеры картин. То есть от 30 сантиметров в ширину до неограничено в принципе в использовании. По высоте он может брать от 15 сантиметров до 2 метров 30 сантиметров в высоту холсты. Оснащен он мощным затяжком, который как раз позволит большие картины отвозить на выставки, при этом не портить их и легко связать вместе. Что касается на пленерах использования, тоже так же удобно. За счет того, что у данного инструмента арткеринг переноски держателя разработаны так, чтобы между картинами остается промежуток. В принципе это дает возможность на пленерах и тюбы перевозить так же, чтобы они не смазались, не пачкались. Данная конструкция у арткеринга, у нашей переноски. Вот он осношен вот такими держателями. Покажу, как это выглядит, чтобы вы понимали. Значит вот под ремень сюда заходит ручка, вот так и ремень садится. Стягиваем и стягиваем и прижимаем ремень именно ручку к держателю холстов и картонов. Ремень скользит к держателю в пазах свободных, что дает возможность затягивать. Как бы ремень сам ездит и держит эту конструкцию. Значит холсты. Какого типа холсты? Значит пазы, открытые для холстов на подрамниках, ширину 2,5 метра. Это позволяет удержать в основном все стандартные подрамники производителей и так далее. Ну даже некоторые самодельные, как это люди делают. Физажники наши товарищи стараются экономить и это хорошо делают иногда. И делают самодельные и там уже ширина подрамника. Обычно палка там уже идет 2 сантиметра плюс еще холст. То есть у нас тут 2,5 сантиметра. В принципе этого достаточно, чтобы удержать где-то 80-90% случаев все отрамники на холстов. Также у держателя арткеринг есть более узкие и глубокие ямочки. Это для того, чтобы он держал именно картон. Одновременно по высоте можно переводить, одинаковой высоте можно переводить 2 холста на подрамник. И значит или 4 картона грунтованных или картон на холсте. Или 1 холст на подрамнике и 2 картона на холсте. Обычно удобно, на пленэрах мы с собой берем, ну мы уже все привыкли, что нужно брать 2 холста. На всякий случай один прикроет лицевую часть другого, чтобы не пачкать. Или вдруг он тоже пригодится, успеем еще что-нибудь написать. Поэтому в принципе это все сюда тоже включено и дает удобство на этой конструкции правильно работать. Значит ставим нижние держатели холста. На определенный момент можно даже брать в ручку и просто ручкой проверить дистанцию между ними. Вот примерно такая дистанция этого достаточно. Следующее. Ставим холст. Вот на подрамнике поставили. И следующий холст также. Вставляем в пазы. Это вот холсты сели в данные пазы. Вот. Держателем. И себе там хорошо чувствую. Следующее мое действие для того, чтобы его собрать. Это я поднимаю ремень. Сейчас. Вот. И надеваю сверху. Вот рукой держу. Расстояние между холстами есть. Надеваю сверху. Другой держатель уже верхний. Для холстов. Вот. Вот. И естественно мне уже нужно поставить ручку сюда. Вот. Держатель уже начинает держать и работать по сути. Вот. У меня они не прилипают холсты друг к другу. Вот. Поднимаем немножечко ремень. И просовываем туда ручку. Вот. И все. Значит, следующее действие наше. Затягиваем. Рапорный механизм лучше держать наверху. Так он больше удобства создает при затяжке. Вот. Все. Теперь отшелкиваем. И вот он начинает его затягивать. Вот первые холсты у нас закреплены. И они уже стоят. То есть тут в принципе держать не надо. Вот. Большую сложность немножечко составляет именно прихватить первым держатель. Вот. А второй уже легче намного быстренько. Вот. Это позволяет. Поднимаем ремень. Снова просовываем. Ручку поставили в ямке. Состыковался с держателем ручка. Вот. Так же, значит, проводим ленточку до конца. И теперь щеточкой затягиваем. Значит, в принципе, все собрано, затянуто. Вот. Весь механизм уже собран. Домотай ленточки. На этюдах, на пленарах, я вообще даже не советую доматывать, закручивать вот все эти ленточки. Ну, так скажем, смысла в этом нет. Просто по-быстрому закинули, размотали вокруг него. И легкий узелочек. Чтобы не терять даже время на это. Смысл в этом. Я обычно не вижу. Но для красоты, так скажем, ну пусть он будет закручен. Для удобства тоже. Значит, дотягиваю. Теперь. Их. Аккуратненько. Зашелкнул. Я уже чувствую, что все уже туго. чтобы не перенапречь. И вот. Опа. Все. То есть, уже как бы это был, так скажем, край затяжки. Вот. Конструкция готова. Вот как он держит это все. Сейчас вблизи покажу, как именно держатели работают. Очень легко удобно. То есть, вот. В руке держать. Они никогда не прилипнут друг к другу. То есть, это даже если сильно постараться. И что удобно при переноске. Вот. Если это переносим все в руках. То даже вот посмотрите, вот в какой позиции эта вот. Монолитную просто конструкция собирается. Вот так вот. Вот. И. Так скажем. Вы точно донесете все до места. Ничего не порвете. Ничего не смажете. Ни этюды. Ничего и так далее. Так же советую. Если вы будете перевозить, значит, картины в рамках. Подложить что-нибудь мягкое между рамочкой и держателем, чтобы не помкнуть именно саму рамку. Потому что держатели, они имеют хорошую прочность, а ремни с натяжением, они могут очень-очень сильно это затянуть. Поэтому, что-нибудь мягкое подложите именно, если картина только в рамках. В случае подрамников это ничего подложить не нужно. В случае картонов тоже. Вот. Вот. Ну, как бы сейчас демонстрирую. Вот. У меня уже собрана. Вот. С картонами система. Вот. И вот вроде нормально так же переносить можно. Значит, что еще хотел показать, объяснить, чем, где еще и как можно воспользоваться этим. Значит, при транспортировке автомобиля, на автомобиле, да, у нас тоже часто возникают проблемы. Ну, ладно, мы завязали как-то это все. Ну, затянули вроде, что-то подложили между холстами. Но при езде, при тряске в автомобиле даже, да, это все вот зажимается вот так периодически. И уже с наших затяжек обычных все это выпадает и все равно слипается. Тут, по сути, этого, естественно, не произойдет. То есть, он вот как держит его мощенько, он дальше будет так держать. В общем, я вам вроде показал, объяснил, как работает сам механизм, сам держатель арткеринг. Вот. Ну, удачи, товарищи художники. Если будут вопросы, звоните, пишите, в принципе, как его приобрести. Это можно посмотреть, в принципе, у нас на сайте Счастливых Художников. Вот. В магазине они уже выставлены будут. И еще также в нашей творческой, значит, мастерской арт Григора. Вот. В дальнейшем мы будем представлять еще пару образцов, более облегченные, другие версии, которые будут больше для именно этюдов, не перевозки на выставке картин больших. Вот. И другого типа наподобия товаров, которых, ну, по сути, вроде не существует. И они, как бы, очень необходимы нам для того, чтобы облегчить свои ежедневные, тяжелые, так скажем, трудовые действия художника. Там, на пленар, с выставки и так далее, таскать вот этот груз. Вот. Желаю вам удачи. Вот. Если что, заинтересовал звонить, пишите. До свидания. Возьмите мастер потому, так power. Возьмите мастер собственно. hepsи. Для талина.